Продолжение следует... И как к этому относиться? Потому что для кого-то, если человек говорит «мне сказал Бог», это просто, как сказать, неоспоримо, вот для есть верующих. То есть если я говорю «мне сказал Бог», то для людей это, ну все, значит, вопросов нет. Так ли это? Как вообще испытывать или проверять пророчество, и надо ли это делать? И, значит, как это слово пришло? Я размышлял над одной ситуацией. Один брат написал «Мне во сне Святой Дух сказал, что он уйдет с этой земли». Ну вот, скоро, очень скоро. И он написал, кто-то ему, значит, там в комментариях, ну вот выложил, человек выложил. Вот Дух Святой скоро уйдет с этой земли. Бог ему сказал во сне. Значит, кто-то написал там в комментариях «он не уйдет с земли, а перейдет с язычников на Израиль». Ну тоже это отдельная какая-то такая история. Так ли это? Но его комментарий, то есть человека, который выложил, он написал следующее. «Это мне Бог сказал, ваше мнение тут неуместно». Типа куда там Святой Дух перейдет? И я такой, когда это прочитал, я бы и не обратил даже внимания. Я говорю, стоп, подождите, как так? Что значит неуместно? И в Первом Коринфянам, сейчас заглянем, 14 глава, как основание. Потому что есть, есть как ни крути, разница между пророками Ветхого Завета и Нового Завета. Мы признаем и тех, и других, но мы живем во время Нового Завета. И вот есть что-то, что осталось неизменно, но есть моменты, которые отличаются. Мы читаем, как вели себя и как жили пророки Ветхого Завета. Мы берем на вооружение Дух, то есть в котором они жили, какие-то принципы. Но технически какие-то вещи в Новом Завете уже по-другому работают, чем в Ветхом. И, соответственно, вот есть уже разжеванно нам апостол неоднократно в своих посланиях Павел, в том числе в 14 главе Первого Коринфянам, уже разжеваний некуда. Как вообще себя вести? Я читаю. «Больше всего желайте любви, но добивайтесь и духовных даров, а больше всего дара пророчества». То есть дар нужный, пророчество не уничижайте, написано. Оно не должно свестись к чему-то маловажному и незначительному. И Павел побуждает, говорит, ревнуйте, ревнуйте об этом, достигайте. «Тот, кто говорит на неведомом языке, обращается не к людям, а к Богу, ведь тогда он силой духа изрекает таинственное, его никто не понимает. А тот, кто пророчествует, обращается к людям и помогает их к созиданию». Это важно. «Дает поддержку и утешение. А тот, кто говорит на языках, созидает себя. Кто пророчествует, созидает церковь. Хорошо, если бы вы все говорили на языках, но лучше, чтобы вы пророчествовали». Пророк выше говорящего на языках. Кроме этих случаев, конечно, когда речь того истолковывается и помогает возрастать всей церкви. То есть вот она цель вообще. Цель. То есть если вот с чего начать испытывать пророчество. Но один из пунктов должен быть, помогает ли это пророчество возрасти церкви. Ну вот, соответствующее со словом. Но это сейчас расскажу. «Представьте себе, братья». Ну и, в общем, он описывает, описывает. И затем он говорит «Я не буду читать все, а прочитаю только следующее». А-а-а-а-ха-ха-ха-ха. Если 27 стих. А, ну, 26 стих. Так что из этого следует, братья? Когда вы собираетесь вместе, пусть у одного из вас будет песня, у другого проповедь, у кого-то откровение от Бога, у кого-то весь на языках, у кого-то ее истолкование. Но все должно иметь целью созидание церкви. Цель, 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 церковь, цель, церковь. То есть в Новом Завете есть четкая конкретная цель у пророков и пророчествующих – созидание церкви, то есть формирование церкви. Если есть говорящие на языках, пусть говорят два человека от силы три, причем по очереди, а один пусть истолковывает. Если нет никого, кто мог бы истолковать, пусть говорящий на языках в собрании молчит, а говорит только для себя и для Бога. То есть здесь о чем речь? Ребята на языках зачесывали послание, выходили вот вперед. А-ка-ш-а-ма-каза, а-ка-да-да-ка. Что? Кто? Что он сказал? Поэтому он говорит себе и Богу. Пророки же, ну сейчас это не важно, пророки же пусть говорят двое или трое, а остальные пусть проверяют, что они сказали. То есть вот чему учат, учили апостолы в церкви. Если кто-то что-то напророчествовал, не надо это глотать в полете. Проверяйте, испытывайте, рассуждайте. Непогрешимые пророчества это только те, которые записаны в Библии. Это то, что непременно сбудется и не отменится, и как Иисус сказал, у Бога не останется бессильным никакое слово. Все остальное, что мы слышим, уже записанное в книжках, слышим сейчас, это 50 на 50 сразу можно ставить. Это может быть от Бога, а может быть не от Бога. Вот для этого нужно испытывать и проверять. И если человек сказал, так говорит Господь, это не значит сразу же, что так говорит Господь. И поэтому вот какие-то пункты, они так вышли, я их записал и хочу поделиться. Возможно это поможет нам в будущем правильно реагировать. Потому что люди присылают разные видеоролики мне частенько. Знаете, вот грядет ядерная война, метеорит летит в Землю, через там 3 месяца Земля столкнется с кометой. И вот эти ролики такие красочные, с такой музыкой. И христианские, и не христианские. Как вы на них реагируете, спрашиваю. Потому что люди посмотрели, им стало страшно. И что теперь делать? Ну летит комета, а что теперь нам делать? Поэтому первое, первое, это лично то, что у меня. Первое, это свидетельство Святого Духа во мне. Когда я слышу какое-то пророчество, первое, на что я смотрю, как Дух Святой свидетельствует или нет во мне. Если это вообще равнодушие, как, знаете, ноль. Ты включил радио, а там нету никакого сигнала. Я даже не рассматриваю и не изучаю дальше это пророчество, чтобы не тратить просто на это время. То есть вот тебе присылают какой-то ролик или запись. Посмотрите, что Бог сказал. Я сразу начинаю читать буквально первые 30 секунд, минуты, или смотреть ролик, и сразу уже чувствуется. Или это фонарь какой-то прилетел. Или вообще ядовитое что-то пришло. Или же это действительно то, к чему надо сесть и послушать. Пропустить через себя. Поэтому первое, это свидетельство Духа Святого в тебе. Как Дух Святой в тебе реагирует на это послание. Если никак, то возможно можно не продолжать вообще с этим посланием что-либо иметь. Ну как же Бог сказал? Ну тогда можно посмотреть дальше. Конечно, если кто-то очень щепетильно прям относится, у него есть много времени, чтобы испытывать каждое, что попадается на глаза. Можно, конечно. Ну зачем? Поэтому это первое. Второе. Соответствие Писанию. Если какое-то пророчество противоречит Писанию, не надо ничего испытывать больше. Просто закрывать и все. То есть если какие-то вещи... Ну для этого нужно знать, конечно, Писание. Если мы его знаем, сразу всплывают. У меня так это... Я что-то слышу, раз место всплывает, которое опровергает это пророчество. То есть Бог же не будет пророчествовать вопреки самому себе. Если Он сказал, это так, а в пророчестве говорит, это не так. То есть, соответственно, это шизофрения какая-то получается. Понятно, что мы Писание можем не знать очень хорошо, поэтому это такое. Мы можем ошибаться в понимании какого-то места и неправильно. То есть это один из пунктов. Но если я лично вижу, что какой-то вот зачёс идёт вообще против Слова, или же не опирается как-либо на Слово, то уже это большой знак вопроса. Может, конечно, пророчествующий человек ошибся, неправильно передал. Да. Всё равно там можно... Может, и было у него что-то от Бога, но он вот донёс... Приплёл от себя что-то, грубо говоря. Но уже знак вопроса, уже жёлтый свет. Уже надо притормозить. Это второе. Третье. Тоже важно. Немножко отличается от первого. Проверяй свою реакцию на это Слово. Что в тебе вызывает это пророчество? А что оно может вызывать? Если это пророчество вызывает панику и страх, это вот 90% этих роликов. Комета летит на Землю, скоро будет засуха, озоновый слой разрушается, космос, там звёзды, что ещё там, вулканы, ГМО, печать зверя, вот эти чипы вживляют уже там под лоб, под ноготь. И ты смотришь, и в тебе появляется какая-то страх, паника. Что делать? Куда бежать? Где прятаться? Безнадёга. Безнадёга. То есть оно не созидает ни капли. Ни капли. Реакцией может быть равнодушие. Ты читаешь, описываются такие события, а тебя не касается вообще. Как будто это, знаете, просто воду кто-то льёт. Что? Благодарение может вызывать в пороческое слово. То есть если я что-то слушаю, мне после этого хочется прославить Бога, это уже хороший признак. Что ещё может? Конечно, страх Божий может, трепет, жажда по Богу. То есть когда действительно Божье слово врезается, появляется желание приближаться к Богу, они как бы дайте... Ты что делаешь вообще? Мы тут как бы живём, а ты комету запустил. Сколько уже этих комет, ребята, пролетело? Конец света. Сколько концов света мы только пережили? Планы то есть. С 2000 года. И вот каждый год одни и те же пророчества. Это восхищение церкви, Иисус придёт, конец света, комета, земля сгорит, запасайся консервами. То есть, важно посмотреть, что во мне, какие эмоции, какие чувства вызывает во мне это пророчество. Хочется ли мне жаждать Бога, благодарить Его, смиряться, или же какой-то просто страх и дезориентация приходит после этого пророчества. И ты сидишь и думаешь, ну и что теперь делать вообще? Поэтому следующий, важный момент, на что обращать внимание? К чему призывает это пророчество? или Бог через Него? К чему конкретно? Не просто напугать там тебя. О, клеймо зверя, печать зверя, микрочипы. Уже там эти, как они, я видел, вконтакте выкладывают вот эти, биометрические паспорта. Всё, если ты получил, это печать зверя антихристом тебе. просто, знаете, ну хочется сказать, ребята, вы где живёте вообще? И ты сидишь такой, а я получил. Всё, конец. Что его сжигать? Ну что тебе? Кается, отрекаться. То есть, к чему призывает конкретно пророчество? Вот много вот такого вот мусора, я не побоюсь его назвать, пророческого, оно не призывает ни к чему вообще. Не приблизиться к Богу, не покаяться, не смириться, не искать его больше, а просто, ну, такой, тебя, знаете, как пугануть, бухгалка такая, вот. И ты ходишь, уже руки опускают, что тогда делать? Зачем молиться тогда? Зачем вообще вот это, если всё обречено, мы обречены, ГМО, озоновый слой, печать зверя и так далее? Это всё будет. Это всё будет. К чему призывает? Потому что часто в пророчествах в том же Ветхом Завете Бог говорил, будет это и это. Поэтому сделайте это, это и это. Если вы послушаетесь, это будет отменено. Если не послушать, то есть есть какие-то всегда шаги, которые Бог говорил, делает. И когда он обличал, даже в откровении церкви, он всегда им и говорил, что надо делать. То есть не просто вы такие паршивые, я вас всех уничтожу. надоели мне. То есть важно посмотреть, к чему призывает пророчество или Бог через это пророчество. Дальше. Тоже такой пункт, немаловажный, время реализации пророчества. Вот здесь вот столько напортачиваю. Потому что то, что Бог мне показал, и то, когда оно исполнится, может растянуться на сотни лет. А мне может показаться, что это завтра будет. Очень будьте осторожны к пророчествам, где фигурируют цифры, даты, года. Честно, ни одно не исполнилось еще. Вот 22 года, я слышал, много всяких дат было назначено, когда начнется Третья мировая война, когда там Америка уйдет под воду, помните? Когда там вот это Крым уйдет под воду, это же было. И были даты, и восхищение церкви назначалось. Вообще, будьте осторожны. Если там стоят какие-то даты, надо очень аккуратно тиситься. Нам сказал Бог, не ваше время знать времена или сроки. То есть, Бог сам это сказал. Да, Он может это открыть, безусловно, может. Но, если человек выдает одну дату, вторую, а оно не исполняется, уже думаешь, что ты, остановись. То есть, время реализации может быть длинным. Вот о чем речь. Может, эта комета и врежется, и будет результатом Земля, и все дела на ней сгорят, но это будет через 500 лет. Или через 50 лет. А человек выдал, что как завтра уже. это надо помнить. Очень важный пункт. Очень. Репутация пророчествующего в теле. Кто конкретно изрекает, а иногда изрыгает пророчество? Вот кто этот человек? Кто эта личность, которая сейчас пророчествует? Если я ничего о нем не знаю, опять я говорю, лучше перестраховаться. 50 на 50. То есть, если, конечно, Святой Дух засвидетельствовал, да, вопросов нет. То есть, это может быть неизвестный какой-то брат или сестра, и Дух Святой Тебя коснулся. Но очень, иногда, ну, очень часто кто там пророчествует, ну, надо навести, посмотреть, кто это, что это за человек? В каком он статусе в теле? Если он берется созидать или строить церковь, он вообще часть этой церкви? В теле ли он вообще, ли он одиночка? Я как пророк Иезекииль. Иезекииль умер, ни одно пророчество не исполнилось. После его смерти только исполнилось. 25 лет человек пророчествовал, и ничего не исполнилось. Вау, вот это уровень. А после того, как его Бог забрал, все реализовалось. Вот так тоже может быть. А он говорил, может, ему тоже казалось завтра, но он не бросил. то есть репутация пророчествующая, свидетельство от внешних. Мы живем в теле, мы не живем, как, знаете, каждый сам по себе, кто-то выскочил, что-то крикнул, жираф большой, ему виднее, да, кто-то крикнул из ветвей. Кто это крикнул? Зачем крикнул? А мы слушаем, о, смотрите, точно. Мы в теле, поэтому спросите этого Кривковского, он в пророческом служении, он вращается в среде пророческих людей высочайшего уровня мирового. Это никто не будет слушать какого-то, знаете, ноу-нейм, кто ты? То есть Бог может использовать? Может, но есть, должно быть имя, должно быть репутация, чтобы вот так, знаете, принимать легко сразу. То есть когда пророчествует, к примеру, Джойнер, раз, уже все напреклись и слушают. Промазывал ли Джойнер? Я лично видел, промазывал. Назначал конкретную дату, говорил, что в эту дату случится, и ничего не случилось. Извинился ли он за это? Нет. Я тоже не слышал ни разу, что кто-то извинился за то, что мимо промазал по пророчеству. Стал ли я его меньше уважать? Нет, не стал. Все ошибаются, все мажут. В том пророчестве, в котором он промазал, не было никакого криминала, и он ни к чему людей не призывал. И он просто назвал дату, когда начнется излияние в Америке, и мы ждали, помню, полгода до этой даты, и ничего не началось. Я помню, вот это 26-е, вот сентября или октября забыл. Я искал везде потом, по всему интернету, на английском, на русском, хоть слово сказали, что, ну, не началось. Нет, никто ничего не сказал. Но, тем не менее, к Рику Джонеру прислушаются. Когда Крюковский что-нибудь выйдет на YouTube и скажет, ребята, Бог пришел мне и сказал, скоро всем хана. Все, текайте, знаете, текайте в Гималайи. Естественно, мы начнем уже, это же авторитет сказал. Очень важно посмотреть на репутацию пророков. Есть баламуты просто, не пророки, баламуты, которые мелят языком все, что им приходит в голову и выдают за имя Божие. Не надо на это вестись. Еще, еще, смотреть, есть ли уже исполнившиеся пророчества в жизни этого человека. Это тоже влияет на его репутацию. Потому что у мировых пророков, почему они мировые пророки? Потому что у них очень много уже реализованных, то, что Бог им открывал и это исполнялось. Ни одно, ни два. Соответственно, естественно, больше доверия. Еще один пункт, седьмой он у меня. Подтверждение пророка, пророчества из других источников. То есть, Бог говорит двое, трое, да? При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Как правило, Господь это говорит не кому-то одному уникальное дает знание, а дает нескольким, чтобы не было гордости, не было монополизации на какой-то момент. Но это касательно глобальных каких-то пророчеств. Касательно пророчеств о твоем, о призвании человека. Вот я подошел к коллегу и говорю, ты такой-то, такой-то, я в духе тебя таким вижу. Нужно ли ему это сразу принимать? Конечно, нет. Что ему? Господь. Я чувствую, что ты отзываешься, но подтверди мне это из других еще источников, чтобы те, кто не знают, что я это знаю. Это работает. И когда тебе Бог говорит через другого человека, который вообще не в курсе, что уже ты слышал, то же самое, ну что тут? Все. То есть это испытание пророчества, это не неверие. Сам Господь сказал рассуждать, испытывать. Второй фессалоникийцем, я вам прочитаю, тоже вот сюда в тему, оно очень ложится, и в принципе буду уже заканчивать в скорости. Второй фессалоникийцем, вот здесь это как основание вообще для сегодняшней темы. 2-2. Второй фессалоникийцем, 2-2. Мы просим вас, братья, не терять головы и не впадать в смятение, не от пророчества. То есть вот, не колебаться умом, да? То есть услышал что-то, вот, значит, Крым уйдет под воду, когда? Там, через месяц. Это не значит, что надо паковать вещи. Или, по крайней мере, запастись бензином, чтобы текать. Не спешить, вот что важно в пророчестве. Не спешить глотать или выплевывать. Пожуй чуть-чуть. Не терять головы и не впадать в смятение ни от пророчества, ни от откровения, ни от письма, пусть даже оно якобы от нас. Если в них не будет сказано, если в них будет сказано, что день Господень уже наступил. Никому не дайте себя обмануть никаким способом. И это можно читать дальше. То есть, то, что касательно глобальных пророчеств. Первое, не спешить, не спешить колебаться, терять головы и впадать в смятение. Кто бы это не изрекал, какая бы авторитет и какой бы или не авторитет. Что еще? Еще пару таких моментов. Есть ли ясное понимание в послании или все запутанно и туманно? То есть, дух же ясно говорит церквям, иногда в притчах, но есть какое-то ясное четкое понимание, чего хочет Господь. Или это все вот так, у тебя полная голова, каша каких-то информаций и ты не знаешь, как ее разложить и что с ней делать. То есть, как запутанный и ты что? И что теперь? И что? Летит метеорит и что? Вот нужно там это, это, это. То есть, надо посмотреть, есть ли ясное понимание, то есть, нет ли заблуждения какого-то или дурмана. И последнее, вообще смотреть это так общее, могу сказать, на дух самого пророчества. Вот его, это не объяснить словами, это чувствуется. Вот ты смотришь, как дух, да не тот какой-то дух. Вот вроде все складно и местописания подогнаны, и все расписано, и разложено, и видеофакты какие-то. Но ты смотришь, а общий дух самого пророчества не тот. Душок какой-то. Вот есть, я его называю дух старого пророка. Такой. Это, я помню, была такая проповедь, где, помните, один пророк пришел, пророчествовал царю, царя задеревенела рука, и тот покаялся, и он пророчествовал, и рука исцелилась, и он пошел, его старый пророк встретил, старец, и говорит, ночуй у меня, а он говорит, Бог сказал, не ночевать, не есть, идти, а тот его угадал, да мне же Господь сказал, то есть, и вот этот старый пророк его погубил, и вот он сожрал леп, этого молодого пророка, это в царствах, по-моему, или в Паралепобинонии, то есть, дух старого пророка, иногда он вмешивается, вот, то есть, ты слушаешь пророчество, оно какое-то нафталином пахнет, а от него пахнет какой-то вот, знаете, ветошью, вот как в Саканхенде, ты вещь берешь, у него какой-то выглядит красиво, запах неприятный, надо постирать, вот она где-то лежала, затхлая такое, и это в духе, я говорю, это не увидеть глазами, не услышать ушами, это чувствуется, надо научиться просто доверять этому, чувствование, оно не подводит, как правило, лучше не побояться, понимаете, если Бог кого-то обличает, он это сделает один раз, два раза и десять раз, он это сделает, то есть, если кто-то ко мне там, знаете, каких я пророчист ребята слушал, мне присылали лично, так говорит Господь, ты там негодный сосуд, я тебя уберу, разобью тебя и выкину, все, ты больше не будешь служить, это было давно довольна, и я думаю, ну окей, вот, я смотрю, как это, отзывается или нет, да что-то как-то не отзывается, но не из-за того, что оно, да, оно какое-то неприятное, начинаю смотреть, и потом Господь, если это ты, это придет и с другой стороны еще, и с третьей, и с пятой, то есть, и ты как-то дашь мне, то есть, и я сокрушусь, потому что действительно надо, но как правило, такое оно, это просто обиды людей, обиды, недовольства, он посмотрел на Путина, Путин его вызвал раздражение, он выдал пророчество, он посмотрел там на этого, как его, Порошенко, Порошенко ему не понравился, он выдал какое-то пророчество, или кто-то его там обидел, он выдал пророчество, поэтому, то есть, заканчиваю, общий момент, это свидетельство Святого Духа, соответствие Писанию, то есть, репутация самого человека, не спешить ни в коем случае, глотать, и паковать вещи, или там беспокоиться, паниковать, то есть, Господь, если даже обличает, Он дает шаги, что делать, что делать, есть возможность, может надо в пролом стать, может надо, Он говорит, вот я хочу навести бедствие на Крым, встаньте в пролом, молитесь, приносите покаяние, и я прощу, то есть, вот четко, ясно, если это Господь говорит, конечно же, то есть, на дух самого пророчества, я считаю, что, немаловажный фактор, для меня лично, что пророк, он в теле, он не живет сам по себе, на отшибе, он общается с другими дарами, соответственно, он не будет искаженное послание выдавать, то есть, гитара, если ее расстроить, ты возьмешь правильный аккорд, она будет давать неправильный звук, искаженный, потому что она не настроена, она не в теле, то есть, вот этот камертон, это то, что нас всех настраивает на, вот, одну диапазон, одну чистоту, а камертон, это Господь, если я в теле, я настроен, то есть, если ми, это ми, если мы все настроены, в одном диапазоне, мы звучим, то есть, это звучит, это дополняет, это созидает, это делает церковь сильнее, а не слабее, ну, вот так вот, поэтому, серьезно, не тратьте время на, вот, это я, вот, тем, кто в интернете, не тратьте время на ерунду, не копайтесь в этих роликах, один человек мне, не здравься, не до свидания, начал слать ролики, десятками, десятками, я ни один не смотрел, я, ну, это сразу видно в названиях, грядет третья мировая, грядет судный день, РМО, чипы, ну, обычная вот эта вот история, шлет и шлет, я говорю, и к чему это, ну, что, зачем ты мне это шлет, что ты хочешь, ну, вот, чтобы вы видели, что Господь говорит, что показывает, я говорю, спасибо, я такое не смотрю, то есть, это нужно сесть было, и потратить несколько дней, все это перелопатить, пересмотреть, сверять с Писанием, в итоге выяснить, что это просто кипиш какой-то, будет ли плохо, да, конечно, будет, еще теперь, ну, трястись и ждать, там, когда это будет плохо, вот полетит, вот это порочество, я укладываю, полетит ядерная ракета, значит, с Крыма на Киев, Россия шмальнет, вот, скоро уже совсем, и, а потом, потом захват городов и прикрытие авиации, я хотел написать, да, если уже ядерная ракета полетит, какая авиация-то? Ну, зачем? Если уже шмальнут ядерные ракеты, никаких захватов не надо, все закончится, вот, один выстрел, и конец войне, то есть, ну, понимаете, а люди это запульнули, и прочитал, и думал, а что делать с этим? Что? Зачем это? К чему это меня призывает? Ни к чему, но не призывает, но призывает сидеть и бояться. Или там, до конца года будет восхищение церкви, вот у нас там братик один в Хаиле зашел, хорошо, вопрос такой, а если не будет? Что в таком случае? Ну, сейчас мы доживем до конца года, но вдруг так случится, что не будет пророчек. Что? Как реагируем? Ну, надо извиниться, сказать, ребята, что-то я напутал. Опять же, лжепророк, да, лжепророк, кто такой лжепророк? Сейчас лжепророки записывать, люди берутся всех, кто там, вот тебе Джошуа лжепророк, он там на пророчествовал одно, а получилось другое. Вот люди уже записали его сразу. Кто такой лжепророк? Мы читаем в Библии, это тот пророк, который может пророчествовать именем Господа, говорить даже то, что исполняется, называть точные даты, творить даже знамения, чудеса, не то, что золотая пыль снина, слитки могут вам с неба падать. Но, если он ведет вас к другому Богу, это лжепророк. То есть, вот оно главное, если этот пророк, в кавычках, чтобы он, как бы точно он не попадал, в даты даже, если он уводит нас от Бога, к себе, к кому-то другому, к какой-то системе, это лжепророк. То есть, пророк Божий, он как евнух, он к Господу идет, то есть, он являет Господу, он никогда не возьмет на себя эту, как апостол рвали на себе одежду. Я думаю, что если кто-то попророчествовал, это не вспомнилось, надо просто сказать, ребята, карюсь, вот что-то, значит, ошибся, не так понял, не так истолковал, не так интерпретировал. Впредь буду просто более тщательно, искытываясь с Господом, делиться с знающими людьми, перед тем, как что-то вываливать в интернет. То есть, насколько это отзывается. Как бы я поступил, если бы, вот, вдруг мне во сне, ну, вот, пришел Господь и сказал, вот, значит, так и так, ну, к примеру, что там, через месяц я заберу с земли церковь, готовьтесь там, продавайте все, что можно, вот там, раздайте милостыню, ну, чтобы уже успеть. Что бы, я бы не проснулся, не пошел бы писать это в интернет сразу, честно вам скажу. Я бы позвонил, во-первых, моему духовному наставнику, и поделился с ним, и спросил, а что он думает. Я бы позвонил моему брату, там, Дмитрию, к примеру, в ЮАР, и поделился с ним, и попросил их проверить, так, что с этим делать. Да, то, что я получил, это не значит, это вывалить нужно тут же. Может быть, это не время выстреливать, надо еще повариться и дополниться. Ну, к примеру. То есть, в любом случае, это надо, ну, как-то делать аккуратнее, особенно в вопросах глобальных таких. Чтобы пришла от сложность. Да, да. Ну, чтобы это не было, потом, знаете, по воздуху шмальнул, оно не исполнилось, и уже на тебя смотрит, и все, что ты говоришь, ну, ты как ни крути, но если ты промазал, уже все равно потом это будут помнить. Вот, десять раз ты попал, один раз промазал, это будут смотреть, а, этот, но он, ну, 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 он уже как-то промазал, вы же помните. Вдруг опять. Уже имеет косяк по жизни. Уже видел. Это не то, что, не то, что не, да может, вот через ослов пророчества, что он может через неверующего человека даже выйти, какое-то пророчество. Не спешить, испытывать, анализировать, быть готовым признать, если где-то ты промазал, вот что-то ты в духе почуял, что-то напророчил. Олег, через три дня на тебя свалится сказочное богатство. Я чувствую это в духе. Три дня, четвертый день Олег подходит и говорит, так, что такое вообще-то? Ушло даже то, что было. Бессказочное богатство. И что-то, ну, прости, брат, каюсь, что-то я, видно, мои желаемые, действительно, просто мне хотелось тебе помочь и как-то получилось напророчествовать такого. Так что, ну, как-то, как-то вот так, может, кто-то что-то дополнит, как вот вы вообще реагируете на эти, ну, как я их называю, это такой даже целый класс пророчеств устрашающий. Вот. И обычно там еще такая музыка, как вот с этого, какая вот есть самая такая вот, там, где за медвежонком пантера гонится. Помните там эта музыка? Из этого, из, как она? Ну, не важно, в общем, такая она, именно нагнетающая. такая, это такое, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И такое, ты-ты-ты, факты какие-то, столько-то, столько-то, столько-то. И ты сидишь, и как-то так все, меньше-меньше становишься, как-то страшно, потому что уже воду не хочу пить, все, вагону, везде. Надо ехать в деревню, есть экологически чистая, да? Самолеты летают, распыляют на нас бактерии. Слышали? Я как-то, вот эти белые полосы, как она, видели, вот оставляют. Я как-то сел, посмотрел ролики, и ты что, жутко жить стала? Они там такого так разложили, что они делают эти самолеты, чтобы распыляют. Что думаешь, вау, надо куда-то спасаться, что все там вот именно, сбрасывают вирусы, чтобы люди болели. Ну, такое, да? Я не знаю, так оно или нет, но как-то вот эти вот ролики, они больше смущения, чем пользы приносят. То есть, ну, так, что, как вы? Я думаю, что, как ты говоришь, что пророк, от Бога, если он получает, что-то, что-то, то он, ну, действительно, он сам, наверное, проверяет. То есть, это какой-то у него есть опыт, чтобы быть уверенным, что ты скажешь, что он реально будет, у тебя, как и пил, для другого человека. Значит, у тебя должен быть опыт по-любому, ну, с Богом, чтобы то, что ты до этого получал, у меня происходило. Ты, может, даже и молчал, и не говорил, но ты, как бы, и сам даже сомневался. Ну, как ты говоришь, ну, человек, который туда позвонил, да, с тем поговорить. то есть, как-то это, поговорить с разными, да, когда посещали, вот что-то там, да, тебе обещают, и, казалось бы, надо уже ждать, а на самом деле, возможно, надо долготерпение, терпение использовать, потому что, мне вот тоже, к примеру, вот помнишь, в Магодрук, приезжал, пророчествовал, там, мировое служение, там, тебе? Да, там, интересное. Мирового уровня, пастерское, все такое. Я, как бы, ну, я, такой человек, я прошел в жизни, конечно, много всего, я понимаю, что, я не верю никому, так дословно, и, ну, надо включить просто терпение, надо ждать, если это исполнится, исполнится, если нет, то, может быть, и расстраиваться, не нужно сильно, надо идти за Богом, верить Богу, и все, как бы. Был, я не знаю, почему так это было, но, когда у нас был пророк, ну, я его имя не буду называть в школе Христа, я думаю, это Божий был пророк, я не думаю, что это какой-то авантюрист или там, шарлатан, но, и вот он, помните, на служении, он за всех молился, и пророчествовал, на сцену выходили, и потом, а там шла онлайн-трансляция, и у него был этот микрофон наш, еще без рук, который, и люди слушали, то есть мы этого не слышали, Тарас выключил звук в зале, а люди, в трансляцию шло, и потом они мне сказали, что то, что он пророчествовал, он пророчествовал одно и то же всем, то есть такое общее пророчество, подходящее, ну, к большинству людей, то есть тех, кто выходили, то есть одни и те же вещи, он говорил, и, то есть, как будто, знаешь, как есть такая уже, вот у пророка с опытом родилась такая форма, он знает, что в принципе коснется каждого, потому что это вещи, которые присущи каждому человеку, и вот он, ну, с другой стороны, я видел, как он пророчествовал специфически, это было действительно от Бога, и вот думаю, что, видишь, может быть и так, и так, то есть я к тому, что вот Коля говорит, что это не, если я что-то услышал, вот это, это же не значит, что это 100% будет. Ну, должно быть 100% если он упал.